Всем привет! Сегодня Катя будет угадывать казахские слова. Вау! Постоянно угадывал я украинские слова, теперь настало время угадать Кате. Мы решили... Ну да, ты же у нас чистокровный казах, кучу слов знаешь. Ну да! Так что, ребят, сразу предупреждаю. Я сначала планировал писать в Google переводчики, чтобы эта женщина говорила слова на казахском. Но оказалось, что там нет этой функции, только на русском, украинском и на остальных языках можно. Поэтому буду сам читать, там снизу написано транскрипция, я надеюсь, что я буду читать хорошо. Так что, по поводу моего произношения, не ругайтесь. Ну что, приступим. Я подобрал несколько слов, где-то, ну, параллельное количество. Они, на мой взгляд, очень интересны, и тебе нужно будет их угадать. Ты готова? Ну да, я готова. Давай. Так, первое, это колотун ага. Колотун ага. Ну, это по-русски, но, надеюсь, мы так же читаем. Колотун ага. Я вообще в колу не приходит. Что это может быть? Это еда? Нет? Как можно не понять? Настолько просто? Колотун ага. Слушай, это не молоток? Нет. Нет? Не топор? Нет. Что называют колотуном? Кстати, может быть колотун. Вот только колотит кого-то, бьет кого-то колотун. Мой папа говорит еще колотун часто. Ты никогда не слышал, чтобы мой папа говорил колотун? Да блин, Зай, ну не могу я сейчас вспомнить, почему твой папа говорил колотун. Блин. Просто я помню. Ну, ты-то помнишь, это же твой папа, естественно. Не, ну... Ну, последнее время я не помню, чтобы он говорил колотун. Ну, ладно. Не, ну не обязательно мой папа, просто колотун еще говорят на какое-то время года, например. Осень, что ли? Нет. Зима? Значит, ты не понимаешь. Ну, когда очень холодно, говорят, типа, колотун. Зубы дрожат. Когда холодно, говорят, колотун. Ты никогда такого не слышала? Нет. Нет? Ну, значит, мне папа такой уникальный. Он у меня любил говорить, типа, какой колотун. Ну, вот это связано. Морозная зима? Морозный ветер? Нет. Ну, ладно, подсказку прям тебе 100%. Ну, это вот такой человек. Дед Мороз, что ли? Сказал бы, что это из сказки, и все. Ну, это было бы слишком изи. Нет, давай с колотуном никаким-то учил. Просто, у меня папа всегда говорил колотун. Я думал, он это сам придумал. Оказывается, он с казахского, это знаешь. Колотун. Холодно, типа, дубарь. Дубарь, ты знаешь? Ну, дубарь, да. Колотун нет. Нет. А я знал, я вообще казах. Ты молодец. Ладно, как тебе словечко? Ну, такое. Почему-то я написал это слово в гугл-переводчике, и мне написало, что это киргизский. Не знаю, ребят. Я искал, было написано, что это казахский. Гороз, сейчас мы тут интернациональные слова устроим. Давай следующее. Главное, на русский перевел колок-ага. Колок-ага. Ладно. Так. Перделер. Перделер? Я не знаю, как это читается. Перделер, может. Перделер. 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 Ну, это профессия какая-нибудь? Ну, возможно, нет. Это не профессия. Это какой-то предмет? Да, это предмет. Это, может, машина какая-нибудь или грузовик? Нет. Нет? Трактор? Говорю, нет, не машина. А. Ну, звучит, как какая-нибудь машина. Что же это может быть? Время года? Давай тебе три подсказки. Давай. Ну, спрашивай. Тебе сделаю три подсказки. Нет, ну говори, скажи мне одну подсказку. А, ну я буду говорить. Не, я думаю, ты там спросишь, я тебе скажу да или нет. Пффф. Подсказка. Подсказка вообще. Ну, ладно. Это предмет быта. Быта? Может, это миксер? Ээээ. Ну, в смысле, не какой-то электронный предмет. Бытовой предмет? Бытовой, но не электронный. А, декоративный. Декоративный. Ковер. Нет. Нет? Ну, близко. Диван? Нет. Нет, 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 нет. Плед? Покрывало? Одеяло? Нет, это не горизонтально вижу. А, ну висит. Да. Картина? Нет. Зеркало? Это просто угадай слово, да? Мы играем. Ну, я да, потому что я не знаю, что это такое. Нет. Ну, ты вот утром встала и... Я уже забыла это слово. Перделер. Перделер. Ребята, реально извините за мое произношение, потому что я уверен, что я говорю как-то не так. Но... Перделер. Ну, вот ты утром встала, у тебя есть большое желание это открыть... Шкаф? Перделера. Окно, что ли? Нет, ну прежде, чем открыть окно... Шторы? Да. Перделер это шторы? Ну, по сути, ну, походу, да. Ничего себе. Я искал. Ребят, ну, что-то очень мало слов на украинском, вот на украинском, если ты пишешь, их много сайтов высвечивается, где есть какие-то интересные слова. А на казахском ни одного сайта, только всякие переводчики, словари и, похоже, и всякие форумы. Вот с форумов я нашел этот сайт, потому что этих слов не существует. Да, потому что я когда... Да, не, я все проверял. Ладно, ладно. Я проверял через переводчик. Вот это, кстати, очень классное слово. Уезжай. Уезжай? Ну, это не имеет никакого отношения. К уезжать, да? Да. Ну, оно, возможно, по-другому читается. Ну, или уезжай. Урожай. Нет. Уезжай. Уезжай. Ну, ты намекни хотя бы, потому что в украинских словах там плюс-минус понятно. Ага, это тебе понятно. Там вообще совсем непонятно было. Ладно, это такое здание. Здание? Уезжай. Подожди, уже отель? Нет. Нет? Больница? Ну, как бы, по идее, это, ну, вот, как бы ты так, а тебе... Нет. Это, в принципе, связано с уезжать. Да? Да. То есть ты приезжаешь, уезжаешь... Да, что это может быть? Дом? Нет. В гости? В публичном месте. Ресторан? Нет. Кино? Нет, ты именно уезжаешь, а приезжаешь. Где ты уезжаешь, а приезжаешь? Да везде. В кино ты приезжаешь, из кино уезжаешь. Люди туда приезжают, и оттуда уезжают. Курорт? Здание, курорт. Самый популярный. Ну, у меня как ходит в голову только отель. Ладно, прежде чем в отель заселиться, куда ты приезжаешь? В город какой-нибудь. Ладно, перед тем, как в город, куда ты приезжаешь? На какую-нибудь остановку. Ладно, перед остановкой. Типа вокзала? Перед вокзалом. Возьми. Аэропорт? Я не знаю. Аэропорт? Да, это аэропорт. Уезжай в аэропорт? Да. Прикольно. Там прикол писали на форуме, то что ты вроде бы как только прилетел, а тебе уже пишут уезжай. Аэропорт, уезжай. Да. Но читается 100% не так. Базаржок. Базаржок. Это рынок. Или рыночек. Похоже, но как бы нет. Ну, базар, рынок. А жок тогда что-то? Ну, не знаю, просто специфика слова. Базаржок. Базаржок. Распродажа. Нет. Скидки. Ну, первое слово ты угадала. Ага, рынок. Или распродажа. Рынок. Овощной рынок. В общем, здесь прикол в чем. То, что если дословно перевести, оно имеет такой перевод, но там есть как бы смысл у этой фразы другой совершенно. Так это еще и фраза. Ну да, ну два слова. Ну, это продуктовый рынок. Или вещевой рынок. Нет. Такое выражение есть еще в русском. Типа. Отличный рынок. Крутой рынок. Классный. Ну, тебе говорят, сделай что-то, а ты такая. А, уже сделала? А при чем здесь рынок? А при чем кто-то сделает, а ты уже это? Ну, ты говоришь. Пошли. Сделай это. Пошли. Сделано. Нет. Китай. Ну, рынок-то я угадала. Подскажи, что там второе. Ну, как бы рынок, да. Но это еще есть и прямой смысл. То есть базар может остаться базаром. Правильно? Да. Вот. Какая есть фраза на русском языке, которая говорится Базара. Без базара. Без базара. Без базара. Вот. А как теперь на казахском? Ну, я имею в виду то, что, ну ладно, ты не догадаешься, но, в общем, смотри. Это значит, нет базара. А, нет базара. Да. Но, перее... Но, другой смысл, насколько я понял, это означает, что... Рынка тут нет. Не, ну, когда тебе что-то говорят, и ты говоришь, без базара, это на русском, а в казахском нет, там одобрение. То есть, тебе, допустим, ты вышла и говоришь, как тебе мое платье, и тебе говорят, базар сжег, это значит, что крутое платье. Одобрительно восхищаю. Вот это ты закрутил. Ну, классные слова. Причем тут вообще базар, если это даже не имеет никакого отношения к переводу. Это одобрение или согласие? Ну, это второй смысл. То есть, дословный перевод, это нет базара, а его, как было. Ну, как его применяют, это означает одобрение. Господи. Ты не мог что-нибудь попроще? Ну, я думал, ты казахский знаешь. Откуда? Ну, ты же украинский знаешь. Ну, и они вообще не похожи. А я-то откуда знаю? Я ни тот, ни тот не знаю. Ты что мне говоришь, что я должна что-то знать? Ладно. Второе... Ой, какой второй? Четвертое, пятое слово. Уже пятое? Да. Ну, давай. Абройлы. Абройлы. Я представляю, как уши режет люди. Может, это абройлы или абройлы? Абройлы могут быть или абрлольды. Ры. Ну, это точно какая-то вещь. Да? Чего послушать? Господи, ты что, не можешь запомнить значение, зай? Нет. Не вещь это? Нет, это... Действие? Подсказка? Да. Характеризует человека. Добрый? Ну, абройлы, ну, какой добрый? Плохой. Ну, какой плохой? Злой. Да и какой злой? Ну, там сразу понятно. Слышишь это слово и сразу думаешь, точно. Ну, типа, рыло. Знаешь, есть такие люди, люди такие, быдло, быдло. Люди, люди рыло. Люди быдло. Нет. Ну, хороший или плохой? Негативный или позитивный? Ну, можно сказать, позитивный. Позитивный? Да. Добрый, хороший, искренний, щедрый, умный. Ну, это не из этих качеств. Богатый. Похоже, но не то. Богатый. Этот человек, который занимает какой-то высокий статус. Известный? Нет. Популярный? Нет. Уважаемый? Близко. Уважаемый, так, близко к уважаемому. У нас почитаемый. Нет. Ну, его почитают, чтят, нет? Нет. Авторитетный. Авторитетный? Авторитетный, влиятельный. О, видите? Представительный. Почти, почти. Как это слово? Я уже не помню. Обруйлый. Обруйлый. Ну. Ну, ты довольно сложные слова, я тебе хочу сказать. Ну, последнее легкое. Да? Последнее легкое. Какое? Аз. Аз. Ну, а потому что оно состоит из двух букв, он легче. Я реально, я пытался найти слова, но там дело. Потому что в казахском есть слова, которые вообще не похожи и которые такие же самые, как и на русском языке. Одинаковые. Ну, я не пролистал, конечно, весь словат, но вот так пролистал там. Аз. 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 Что такое аз? Может, это блюдо какое-то? Нет. Нет? Может, это свет? Ну, аз. Сразу понятно. Типа, делай. А, это по-испански? Аз. Ну, скажи, что это? Предмет какой-то. Есть уже такая песня. Я люблю, сдалека помогаю. Слушай, когда я тебе буду говорить иконские слова, я тебе буду такие сложные слова говорить и такие тупые подсказки давать, чтобы ты никогда не догадался. Ты сидел и думал, что такое аз? Что это? Ну, есть такая песня. Мало? Да. Аз, это мало? Сразу поняла. Естественно. Мне кажется, это достаточно слов. Как по мне, мне тоже кажется, больше, чем... Ну, я постарался, я реально поискал хорошие слова. Но, ребят, если вам понравилось это видео, обязательно поставьте пальчики вверх и никого не хотели бить. Да. Если у вас есть какие-то идеи по поводу языка, на каком языке мы можем еще поугадывать слова, только предлагайте такие языки, чтобы мы с легкостью могли в интернете найти какие-нибудь слова, потому что с казахскими словами были проблемы, на самом деле. Да. И желательно, чтобы можно было включать эту тетку, чтобы она говорила. Переводчик. Я, конечно, хорошо говорю на казахском, но очень далек от идеала, до идеала. Всем огромное спасибо, что вы были с нами, надеемся, мы вас повеселили и увидимся с вами в следующем видео. И всем адьос! Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok